Россия крупная морская держава. Она имеет выход к трем океанам и омывается тринадцатью морями. Каждое море имеет свою историю и специфику. Давайте сначала определимся, что такое море. По сути, это часть мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. Моря также отделяют друг от друга в соответствии с их флорой и фауной. В порядке исключения статус моря придается большим соленым озерам. Каспийское море – самое большое в мире из них. Россию омывают моря, относящимся к трем океанам – Атлантический, Северный, Ледовитый и Тихий. Моря одного и того же океана имеют схожие свойства. Например, моря Атлантического океана – внутренние и практически замкнутые, более пресные по сравнению с другими морями. Моря Северного Ледовитого океана отличаются заполярной суровой природой. Все они, за исключением Белого моря, окраинные и мелководные. Большую часть года эти моря покрыты льдами. Моря Тихого океана самые крупные и глубокие. Расположены они в областях мусонного климата. Рассмотрим расположение каждого моря по отдельности. Черное море. Азовское море. Балтийское море. Белое море. Баренцево море. Карское море. Море Лаптевых. Восточно-Сибирское море. Чукотское море. Берингово море. Охотское море. Японское море. Каспийское море. Ну что ж, обязательную программу выполнили. Теперь давайте поговорим про каждое море поподробнее. Начнем с морей, относящимся к бассейну Атлантического океана. Черное море. С этим морем плотно связана история человечества. Есть теория, что Черное море соединилось с Мировым океаном от сильнейшего землетрясения, в ходе которого образовался пролив Босфор и воды Средиземного моря хлынули в закрытое до той поры Черное море. Люди, которые жили по берегам моря, восприняли это как всемирный потоп и конец света. В наше время у Черного моря небольшая соленость около 17%, тогда как в океане соленость около 35%. Это обусловлено тем, что в Черное море впадает много полноводных рек. Основные из них это Дунай, Днестр и Днепр. Самый весомый вклад в опреснение Черного моря вносит Дунай. Площадь моря составляет 422 тысячи квадратных километров. Кроме России, Черное море омывает Украину, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию и Абхазию. В Черном море океанологи выделили загадочное распределение течений в виде двух огромных круговоротов. Течения в этих круговоротах направлены против часовой стрелки, перемещая по двум кольцам огромнейшие объемы воды. Уровень воды в Черном море выше, чем в Атлантическом океане, поэтому в Босфоре и Дарданеллах наблюдается сильное течение в Эгейское море. Промысел рыбы в Черном море относительно других морей невелик. В основном здесь добывают анчоусы, шпроты, мерлангов, ставриды. В советское время активно добывались дельфины ради их жира и мяса, что подорвало их численность. Запретили ловить их в СССР в 1966 году. В Турции велся запрет на ловлю этих умнейших лукопитающих только в 1983 году. На данный момент черноморская морская свинья, черноморская афалина и черноморская белобочка входят в Красную книгу России. Еще одна особенность Черного моря в том, что на глубине более чем 100 метров почти нет жизни, при этом максимальная глубина Черного моря составляет более 2000 метров. Это связано с большой концентрацией сероводорода в глубинах. Полезных ископаемых на дне Черного моря открыто мало. Среди основных полезных ископаемых Черного моря можно отнести природный газ на северо-западном шельфе. В основном добыча там велась на Голицынском и Одесском месторождениях. По поводу принадлежности Одесского месторождения ведутся споры Украины с Россией. Впрочем, в последние годы после того, как Крым стал российским, большую часть газа стали поставлять с материка. Также можно выделить нефтегазовое месторождение Суботина на востоке Крыма. Азовское море. По сути является притоком Черного моря, соединенных между собой Керченским проливом. Его площадь составляет 39 тысяч квадратных километров. Азовское море омывает побережья Украины и России. Оно является самым мелким и маленьким морем в мире с точки зрения объема воды. Ее там всего 256 кубических километров. В сравнении, чтобы наполнить одно Черное море, понадобится 1400 Азовских морей. Максимальная глубина Азовского моря составляет приблизительно 13 метров, а его средняя глубина около 7 метров. Азовское море – самое удаленное от мирового океана на планете. Чтобы попасть из него в Атлантику, нужно преодолеть. Керченский пролив. Черное море. Босфорский пролив. Мраморное море. Пролив Дарданеллы. Эгейское море. Средиземное море. Гибралтарский пролив. Самые большие реки, впадающие в Азовское море, это Дон и Кубань. По рыбопродуктивности Азовское море в 40 раз превосходит Черное море. Как говорится, мал золотник да дорог. В основном ловят в Азове тюльку, хамсу, бычков. В Азовском море проживает самое маленькое китообразное животное в мире. Это дельфин Азовка. Море сильно загрязнено отходами предприятий Мариуполя, Таганрога и других промышленных городов, расположенных у побережья. Балтийское море. Петр I, как никто другой, понимал значимость выхода к Балтийскому морю. При его правлении Россия получила удобный выход в Атлантический океан и о России заговорили как о морской державе. Площадь поверхности Балтийского моря – 419 тысяч квадратных километров. Оно глубоко вдаётся в сушу Европы. Кроме России Балтийское море омывает берега. Эстонии. Латвии. Литвы. Польши. Германии. Дании. Швеции. Финляндии. Самые значимые реки, впадающие в Балтийское море. Висла, Западная Двина, Неман, Нарва, Нева. Пресная вода с токовым течением уходит из Балтийского в Северное море, а солёное глубинным течением поступает через проливы из Северного в Балтийское море. Течение Балтийского моря образует круговорот против часовой стрелки. Вдоль южного берега течение направлено на восток, вдоль восточного на север, вдоль западного на юг и у северного берега на запад. Скорость этих течений колеблется от 0,5 до 2 метров в секунду. Самое сильное течение наблюдается в проливах. Добыча углеводородов в Балтике сравнительно невелика. На сегодняшний день Кравцовское месторождение самое богатое по запасам нефти среди разведанных на Балтике. В Балтийском море ведётся интенсивный рыбный промысел. В основном ловят атлантическую сельдь, балтийскую кильку, треску, камбалу. Итак, мы разобрали моря, омывающие Россию, относящиеся к бассейну Атлантического океана. Все они далеко вдаются в сушу и более пресные, по отношению к другим морям. В следующей части разберём суровые, но не менее интересные моря Северного Ледовитого океана. Если у вас есть дополнения или вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!